Друзья, всем привет! Большое спасибо, что лайкаете наши вездеходные видео. Прошлое видео с битвой вездеходов набрало уже более 150 тысяч просмотров. Я думаю, что это своеобразный рекорд и все благодаря вам. Продолжайте лайкать, подписываться и всячески взаимодействовать с нашими видео, ведь мы снимаем их для вас. Сегодня у нас для вас еще одна прикольная история. К нам на сервис Шерп обратился покупатель вездехода Архантен, которому был нужен прицеп для этого вездехода. И мы порекомендовали ему выбрать прицеп марки Лесник, которая знакома, я думаю, всем, кто интересуется вездеходами. Клиент согласился и мы поехали в Вологду за прицепом. И ничто не предвещало того, что случилось потом. Но об этом в видео. Приятного просмотра! Следуя новым трендам, утро надо начинать с чего? С полива рассады. Сейчас польем рассаду и поедем в Вологду. А Вологда это что? А Вологда это столица вездеходов. Ну а как ехать в столицу вездеходов, не полив рассаду? Приехали в Вологду. Не подумайте, что в русский пекарь мы приехали на завод Лесник забирать прицеп для нового Шерпа-Н. Пойдем посмотрим, что у нас тут имеется. Машина техподдержки, как всегда, стоит на месте. Значит, вездеходы не ломаются. Ну и пока не подъехал Андрей Викторович, мы посмотрим прицеп, который мы приобрели для клиента. Гидравлическое цепное устройство производства Лесник. Страховочная цепь, колесо уже новое. Вамер, ничего себе. Прицеп горячо-танкованный. Сделаны расширители для едехода Шерпен. Шины размерностью с Газели. Задняя оптика. Калиточки. Все как бы на месте. Прекрасно. Блестящий прицеп. Тормоза на прицепе гидравлические. То есть происходит торможение гидравлическим приводом. И для движения задним ходом есть переключатель, который переключается при скоростном движении. Надо его развернуть в обратную сторону. Начали ставить на прицеп демпфер. Рушной тормоз производства Автоваз. В стандартную комплектацию входит система крепления вездехода, которая ставится. Проушенная. При перевозке можно и не крепить прицеп, но привязанный вездеход, как говорят, стоит надежнее, чем не привязанный. Выкатываем прицеп на улицу и будем цеплять к автобусу. Ну а у нас, видимо, заклинил подшипник либо колодки. Мы проехали 30 километров, и вон наш след от шин. Продолжаем исследовать прицеп. Это смазка. А это стружка. Нам приехала техническая помощь лесник. Сейчас парни нам поменяют подшипник, и мы поедем дальше. Как всегда, когда надо производить работы, идет же дождь и снег, хорошо, что нет метели. Спасибо. 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 Поехал я дальше. Надеюсь, по тергиевым фасадам вам не буду радоваться. буду звонить. Ну, а мы на новых подшипниках продолжаем. Дальше движение. Надеюсь, уже все-таки на базу. Так, ну, я вкратце расскажу вообще, что произошло и что это было за действие. Забрали прицеп, подъехали буквально километров 50 от Вологды, и колесо застоприлось. Подшипник пришел в негодность, заклинило левое колесо, позвонил в службу технической помощи производителя вездеходов и прицепов «Лесник». И через два часа приехала бригада мастеров, и поменяли мне цапфу, ступичный подшипник, прокачали тормоза. Ну, в общем, заменили подшипники в сборе со ступицей, и на новой ступице продолжаем движение. Первый раз такое происходит, что за пробег 50 километров подшипник умирает. При том, что умирает так, что глянет колесо. Ну, что делать? Все бывает. Надеюсь, что этот подшипник будет ходить долго, и с этим прицепом проблем больше не будет. Так что оставайтесь с нами, мы двигаемся в сторону Москвы. Итак, спасибо. Итак, спасибо.